Всем привет! Продолжаем гулять по залам главного штаба в Санкт-Петербурге венчания Николая и Александры Федоровны в церкви Зимнего Дворца 14 ноября 1894 года. Автор Лауритц Туксен. 1895 год. В 1918 году вступила из Анечкова дворца. Лауритц Туксен датский художник и скульптор, придворный художник российского императора Александра Третьего, профессор Копенгагенской академии художеств. Последняя свадьба монархов России, свадьба Николая второго и принцессы Виктории Алисы Еленой Луизы Беатрисы Гессендармштадтской, крещенной под именем Александры Федоровны, состоялась 26 ноября или 14 ноября по старому стилю в 1894 году. В силу определенных обстоятельств она не была пышной и шикарной. После свадьбы не было никаких балов и молодожены не отправились в традиционное свадебное путешествие. Все было предельно скромно по меркам такого события в операторском доме Романова. Писали, что платье Александры Федоровны было великолепным творением. Наряд был настолько запутанным, что потребовалось почти час для Александры, чтобы его одеть. Ее чулки были из кружева, туфли украшены изысканной вышивкой. Платье состояло из нескольких юбок с жесткой нижней и широкой верхней особого кроя, открывающей еще одну юбку из серебряной ткани с оторочкой мехом. Одежды были настолько тяжелые, что четыре человека должны были помочь ей нести эти одежды. На голове была тиара в виде кокошника из бриллиантов и брачная корона дома Романова. На платье был целый ряд алмазных брошей и цепь ордена святого апостола Андрея первозванного, украшенные драгоценными камнями. После свадебной церемонии молодые отправились в Казанский собор, где приложились к чудотворной иконе Казанской Божией Матери, а затем Ванечков дворец. Так началась их семейная жизнь, совпавшая с началом царствования Николая II. Вот такое описание к картине, которая находится в главном штабе в Санкт-Петербурге. Венчание Николая II и Александра Федоровны в церкви Зимнего дворца 14 ноября 1894 года. Автор Лауиц Туксен я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.